Приветствую вас, совершенно очевидно, что ребенку лучше сейчас с отцом, ему привлекательнее к ним, чем с вами. И ваша основная задача сейчас, это понять, почему, чем ребенку интереснее, скажем так, с отцом, чем с вами. Помимо того, что, ну, отец для ребенка своего, это кумир, да, это идеалов своего рода мужского поведения и так далее. То есть, вот, такие аспекты нужно обязательно вам выяснить. Без этих аспектов будет сложно. Далее нужно постараться понять, чего хочет ваш ребенок сам. Что ему нужно, что ему нравится, например, что он хочет и так далее. Да, вот, тоже очень важный аспект. Далее. Нужно сразу сказать, что развод родителей в любом случае для ребенка, это всегда очень тяжело, очень травмирующе. И вполне вероятно, что отец, а именно вас обвиняет в том, что вы развелись. Вас, я имею в виду, обвиняет он в глазах ребенку. То есть, он ребенку говорит, что это вы виноваты в том, что вы развелись. И, соответственно, ребенок из-за этого, значит, больше предпочтений отдает отцу, нежели чем вам. То есть, у ребенка есть свой мотив. А мотив, значит, не браться домой к вам, а идти к вам. Далее. На мой взгляд, значит, плохо, что вы говорите такую вещь, что он не хочет идти домой. То есть, домой это к вам. То есть, домой это у вас. А у отца это не дом, а это, как я понимаю, что-то вроде гостевого режима. Вот. С вашей стороны это тоже довольно ошибочное поведение, потому что ребенку хочется... жить, скорее всего, и с мамой, и с папой. Но поскольку вы называете свое местопроживание, свою жилплощадь домом для ребенка, соответственно, для него более привлекательно то, что не является доступным. Как, в принципе, для любого ребенка. Запретно это привлекательно. Идорвется на уровне, чтобы вы постарались вот исключить из своего... слога, и из своего словарного запаса, и из своей речи. Такие слова, как дом, это вот со мной, а у отца это не дом. Для ребенка понятие дом это там, где ему хорошо. И если ему хорошо со всем, то, соответственно, для него это дом. Как бы вам это было бы неприятно Это вот, значит, такой момент Далее, скорее всего, вы противопоставляете себя, значит, отцу, ребенку Скорее всего, вы противопоставляете себя, сравниваете себя Говорите как-то, что с вами лучше, там, с отцом хуже Или наоборот, не позволяете ребенку бывать с отцом и так далее Но основная проблема заключается в том, что вы не понимаете одного момента Момент этот связан с тем, что Ребенку нужны Оба родителя Оба родителя нужны ребенку А не, вот, знаете, например, только вы или только отец Это вот было бы неправильно с вашей стороны Так считать и требовать такого же поведения от ребенка Для него и вы родитель, для него и отец родитель И поскольку с отцом у него меньше возможностей взаимодействовать Он к нему и рвется Здесь нужно, опять же, перестать вот именно, может быть, как-то конфронтацию устраивать А постараться все-таки с отцом как-то действительно вместе Выработать единые отношения к ребенку Потому что очевидно, что он, ваш сын, он как-бы на двух огней находится сейчас И, конечно же, ему тяжело То есть и вам тяжело, я понимаю вас, вам тоже тяжело Но тяжело и ребенку В данном случае ребенку тяжелее, чем вам Как бы там ни было Вот Ну и основная, значит, проблема, на мой взгляд, включается в дом С какого момента Ребенок вот Перестал Хотеть Эээ Жить с вами И начал Эээ Стремиться жить С отцом То есть Что его Подвигло на это Если вы его как-то Волей-неволей отворотили Там, случайно Как-то, да Там Как-то вот Ну Они нарочно Как-то задели его Или что-то еще То Это обязательно нужно С вами Прорабатывать Обязательно нужно Эээ И с ребенком разговаривать на эту тему И вам нужны отношения к этому меняться Даже если вам Не нравится что-то Потому что Рискуете вы Ребенка своего потерять Потому что По Законодательству Ребенок сам Выбирает Если он Достиг Определенного возраста Ребенок сам Выбирает Эээ С кем ему жить И если он захочет жить С отцом например То Вы ничего Не делаете То есть Вам просто Ну как бы Суд разрешить ребенку жить с отцом Если выяснить что Условия проживания Ээээ С отцом Для ребенка лучше Но Исходит Суд Всегда Из Желания самого Ребенка То есть Вот как Как ребенок захотел Так вот Суд и этот Решает эту ситуацию Поэтому Я вам Здесь Очень Стоитно рекомендую Крайне 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 Вот Крепко все Обдумать Крайне Крайне Пристально все Пересмотреть Вот Обязательно Поговорить С отцом Ребенка Чтобы Прийти К Какому-то Единому Мнению Общему Решению Относительно Вот Данной Ситуации Вот И Постарайтесь Как-то Все-таки Отвечать Интересам Ребенка В первую очередь А не Вашим Интересам Потому что Ситуация Подобна Вашей Дети Люди Очень Часто Чувствуют Себя Аргументами В споре Своих Родителей И Выступают Таким Чтобы Чтобы Ваш Ребенок Был счастлив И чтобы Он Жил С Вами То Старайтесь Понять Что Ему Нужно Старайтесь Понять Чего Ему Не Не Хватает Без Этого Вам Будет Весьма И Весьма Проблематично Решить Свою Данную проблему Тем более Тем более Что До Подросткового Возраста У Ребенка Еще Один 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 У У Свою А Ребенку 9 Ну Вот Примерно 10 Лет У У У Ничего Ребенка Довирал Именно Вам Переход Возраста Не Будет Вам Доверять То Очень Плотно Тогда Тогда в тот период вам его как-то расположить к себе. Имейте, пожалуйста, это в виду. Судительный разговор, где же именно анализ того, что ребенок хочет, того, что ребенку нужно. А его желание учиться можно воспринимать как такой своего рода протест против того, что происходит между вами. Между вами, я имею в виду между вами и вашим большим мужем. С этим все. То есть сейчас, может быть, у Чехобита и не надо уделять много внимания, потому что у Джеба может еще больше отдалить вашего ребенка от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.